Садовый мир Садовый мир Дядечки и тетечки их продают И вот очень радуются Садоводы, купив такой длинный хлыст И вот везут они его Довольные в автобусе Иногда и в автобус им бывает Неудобно войти туда Потому что вот эта двухметровая палка Им мешается На самом деле Вот такая посадка Длинной такой Вот этой вот малины Она очень-очень чревата тем Что растение у нас к зиме идет ослабленное И на второй год Мы ничего хорошего От этой малины не получаем Это говорят Постоянно агрономы Что нужно обрезать Вот эту вот малину Это написано во многих статьях Но садоводам просто жаль Вот он купил эту здравущую малину И его рука просто не поднимается На то, чтобы ее обрезать Да еще и сильно обрезать Как советуют Вот сейчас мы с вами будем разбирать Что же плохого в том Что вот мы сохраняем весь этот стебель Смотрите, дорогие друзья Как растет у нас малина У нее есть какой-то Вот, ну, магистральный Будем говорить стебель Он достаточно толстый От которого вот идет Основной вот этот вот стволик И еще начинают расти Где-то вот эти вот Корневые отпрыски И они все питаются За счет этого единого корня Естественно, мочка самая большая Под этим основным растением Но тем не менее Вот питание у них идет Ко всем растениям Вот от общего этого большого корня Что мы делаем при выкопке Обрезаем часть корней Да И вот это уже питается За счет своих корешков За счет своих корешков А вот это вот Мы сильно его Обрезаем этот корень Основной Дальше мы переносим его в сад Сажаем Вот она Видите уже какая корневая система Маленькая Сравните, да Тут большущая вот борода А здесь вот маленькая уже И этот бедный саженец Этой поврежденной Корневой системой Начинает питать все вот это высоченные растения И что он делает Этот саженец боится, что у него сейчас все погибнет А тут у него почки с зачатками цветков А потом из этих цветков развиваются ягоды А ягоды это семена То есть у каждого растения У него есть стимул Размножиться Оставить после себя потомство Вот сейчас у этого растения Поскольку есть вот эти ягоды Да У него как раз размножение Это больше пойдет за счет семян В каждой ягодке Сколько там семян у нас бывает Да И поэтому Весь этот вот Кустик Стремится сохранить эти ягоды И корни работают Только на вот эти почки И на эти ягоды Не происходит развития корней И самое главное Не происходит Роста почек замещений Которые у нас будут расти с вами на следующий год И получается, что у нас вот этот вот куст Все лето Лелеял только вот эти вот ягодки А ягодки-то надо сказать Получатся тоже посредственные Очень какие-нибудь полусухие Маленькие и несочные Потому что растение ослаблено То есть ничего хорошего Мы от этого куста в этот год посадки От этого длинного стебля Не получаем Что к осенью у нас с вами происходит Дорогие друзья Посмотрите Вот этот стебель у нас с вами Отмирает У него коричневый уже ствол Листочки у него облетели И мы его как положено Обрезаем Правильно? Как мы делаем это с вами каждый год И нет у нас этого хлыста уже длинного Которую мы с вами берегли А что остается Опять та же неразвитая корневая система Которая у нас растение практически не нарастила Из-за того, что вот болела и питала Весь этот длинный стебель И вот едва-едва может быть Какой-то у него тщедушный там Стебелек образуется Замещающий Который будет расти на следующий год То есть растение у нас на следующий год Будет ослабленное И опять же нам хорошего урожая А может быть даже никакого урожая нам не даст То есть вот что мы получаем при такой посадке Если мы не обрезаем этот стебель малины Теперь как нам рекомендуют делать агрономы Практики Вот пожалуйста, смотрите Мы тот же самый куст малины получили Либо купили его на выставке где-то Либо участниками мы его взяли Но вот что я хочу сказать сразу Если мы на выставке покупаем такой стебель Бывает, что туда привозят Вот прям с длинным стеблем Чтобы показать, что реально эта малина Очень хорошая, высокая С твердым, толстым, мощным стеблем Но тут же при вас этот стебель обрезают Потому что вот с такой обрезкой Получается развитие гораздо эффективнее И сейчас я опять же объясню С чем это связано Посмотрите, дорогие друзья Мы обрезали и всего-то оставили 2-3 почки Растение что теперь подумало? Ага, я сейчас погибну И не смогу размножиться Потому что у него нет этих семян Которые были вот здесь вот у нас Вот эти ягодки и семена Он мечтал, что он сейчас семенами размножится Здесь мы его лишили этой возможности И что ему остается делать? Ему остается спасать то, что у него осталось Он же еще за счет корней может размножаться Правильно? Вот они у него начинают расти Вот я синеньким это все показала И он начинает формировать вот эти вот почки будущего года Которые у него пойдут на замещение вот этого основного побега Вот они здесь у него сформировались уже А к осени мы уже с вами получаем Более-менее такие уже росточки нормальные И еще может быть даже еще он какие-то почки заложит на следующий год И посмотрите, корневая система у нас развивается Выросла Потому что растение понимает Что он может теперь размножаться за счет корней И за счет того, что он нарастит вот эти вот почки Получается, что на следующий год Мы уже имеем более развитые растения И более мощный куст с большим количеством стебля И если мы таким способом вот посадим малину с такой обрезкой То же мы получаем более полноценные растения А здесь мы просто-напросто с вами теряем еще один год Потому что здесь у нас выросла слабая, тщедушная Из-за того, что корешки были повреждены сильно И мы оставили весь этот стебель Вот так, дорогие друзья Можно правильно поступать с саженцами малины Если вы купили такой вот длинный стебель Если вы покупаете малину в контейнере Тоже смотрите, дорогие друзья Есть малину, которую продают частники И там вот они выкопали эту малину И тут же ее в контейнер засунули И везут на рынки Эту малину можно легко из этого контейнера приподнять И увидеть, что там все корни там обрублены И разницы между вот такими корнями Которые только что выкопали И вам без контейнера предоставляют И вот этим обробышем, который у вас в контейнер засунут Никакой нет Контейнерные растения правильно считаются Если у вас вы за стебель поднимаете И вместе с ним, со стеблем поднимается ваш горшок То есть изначально из маленького саженца Там была выращена хорошая корневая система Она оплела весь земляной ком И вы тогда уже хорошо сажаете это Из контейнера без повреждений корней Вот в этом случае можно оставить стебель Потому что корни-то практически никаких повреждений не получили То есть вот тут вот есть разница А если вы покупаете вот такую с открытым корневую систему То конечно вот сравнивайте Я думаю, что я достаточно убедительно объяснила Как можно правильно делать